Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.07 в Кире, продолжается «Дневной разворот». Светлана Занько, Игорь Рысев в студии. Добрый день всем подключившимся сейчас. Хочу сказать, что в нашей студии сейчас уже присутствует Виталий Брам, руководитель Кировского отделения партии «Народный альянс», сторонник Алексея Навального, который активно вчера принимал участие в событиях, сейчас бы я уже сказала, 17 апреля, в нашем городе. Перед тем, как перейдем к обсуждению темы первого заседания суда по делу Киров-Леса, итоги, что происходило вчера и какие ожидания на будущую неделю, на 24 апреля, когда состоится второе заседание по делу Киров-Леса, озвучим наши телефоны для связи 708-502. Это телефон прямого эфира и телефон для СМС 8-909-720-101 и 0. Кроме того, вы можете писать нам в Твиттер аккаунт «Вызван43». Прямую трансляцию видео и аудио вы можете видеть и слышать на сайте эхокирова.ру. Вот, собственно, и всё. Мы начнём с нашего долга, с прошлого часа. Мы не озвучили результаты опроса. Да, в начале прошлого часа мы с вами разговаривали о том, что женщины просят на срочную службу в армию. Есть такие вот заявления от некоторых дам к нашей Минобороне. И, собственно, поэтому мы и задали вам вопрос. Женщины в армии не нужны, необходимы, чем больше, тем лучше, и пусть служат по желанию. Вот такие были варианты ответов. Вы ответили в большинстве своём 51-2 процента, пусть служат по желанию. Собственно, сейчас женщины в армии присутствуют, но, правда, не на срочной службе. 16-3 процента ответили, чем больше, тем лучше. Ну, я не знаю, из каких соображений отвечали на этот вопрос. Не нужны, в принципе, 29, крайне необходимы, 11,6 тоже. Ты знаешь, интересные показатели, потому что можно было ожидать, что скажут, нет, женщины не должны служить в армии, они должны свою прямую обязанность выполнять по улучшению демографической. Ну, знаешь, если бы мы уточнили, к примеру, что женщины в армии нужны, но это будет какая-то отдельная рота, изолированные туда не попадут. Вот для меня лично всё равно результаты удивительные. Потому что страна патриархальная, страна, которая привыкла видеть женщину, но если не на кухне, то тяжело работающую на трёх работах. Вот такое ощущение. Я имею в виду то, что, к примеру, тот контингент мужского населения, который голосовал по этому вопросу, у меня такое ощущение, что они представляли себе картину, что вот они прям... Стройными рядами на плацу. Да, вместе с женщинами в одной казарме. А, ну, слушай, это уже другая тема. Ну да, может быть, поэтому так и ответить. Вы, Виталий, как относитесь к тому, что женщины могут появляться на срочной службе в армии? Нет, ну я всё-таки думаю, что это не женское дело, знаете, но всё же, если есть желание, то давайте переведём армию на профессиональную основу, и пусть и женщины будут профессионалы, и мужчины будут профессионалы. Вот такой ответ. После чего мы переходим к обсуждению непосредственно нашей темы, первое заседание суда по делу Киров. Я хотела, знаете, что сказать? Киров Леса, итоги, Виталий Брам, руководитель Кировского отделения партии «Народный альянс». Виталий, партия «Народный альянс», она зарегистрирована, можно называть смело, да? Потому что у нас возникали какие-то сомнения. Ну смотрите, на прошлой неделе мы подали в Минюст все документы, то есть там 44 региона, где прошли собрания региональные, они присутствуют в этих документах. То есть сейчас ждём мы ответа из Минюста, где-то примерно месяц, и уже дальше действуем. То есть если всё хорошо, то будет подано, уже всё зарегистрировано к июлю, если не будет никаких сбоев. А сколько региональных отделений существует у партии по стране? На данный момент есть 49 регионов, где уже прошли собрания оригинальных отделений. А в Кировской области численность она какова? На данный момент она минимальна, то есть она порядка 15 человек, то есть мы ещё не занимались раскруткой, то есть создали костяк партии, которая будет работать уже. Ну вот я хочу сказать, что Игорь вчера вычитал, или ты сегодня уже читал, оригинальное представление вас в иностранных. Я, к сожалению, не помню, какое именно это было СМИ, я читал на ИНО, СМИ, тот сайт, который переводит зарубежные средства массовой информации. Кто-то из журналистов назвал вас таким российским оппозиционером европейского образца, что-то вроде того. Вы себя так чувствуете? Я тоже читал, по-моему, это было на слоне написано, но я не знаю, что это означает. Что значит европейский образец и европейский оппозиционер? То есть как это расшифровывается? Хотелось бы узнать. Да, вы знаете, когда вчера в студии у нас здесь был Дмитрий Гудков, он говорил о том, что, ну вот как вообще, он нас спрашивал тоже, как вообще у вас тут оппозиционные движения, активисты, блогеры и так далее. У вас партия, собственно говоря, она концентрация таких людей, как мне кажется, или это только кажется мне? Ну смотри, то есть в партии присутствуют какие-то активисты, допустим, Союза автомобилистов, такие активисты, которые участвовали в процессе наблюдения за выборами на президентских выборах, то есть от ассоциации «Голос», которые работали. Ну и тот актив, который образовался год назад, то есть это, в принципе, новые люди какие-то, которых не было 5-6 лет назад в политике, в общественных деяниях, именно они по всей стране, в принципе, составляют партию. То есть это абсолютно новый образец партии. Ну вот надо же понимать, что все равно, и сегодня мы это будем обсуждать, у всех сложилось ощущение, мы-то про это, кажется, давно знали, теперь узнали об этом и федеральные СМИ, и зарубежные, и, соответственно, население всей страны и зарубежья, кто приезжал тоже, представители, которые приезжали сюда, тоже узнают, что у нас оппозиционное движение в Кировской области, оно такое слабенькое, по крайней мере, было до этого момента. Это, пожалуй, такое первое выступление, организованное, и, как интересно, вы сейчас сказали, что туда подтянулись люди, которые раньше вообще никакого отношения к оппозиции не имели, и, в общем, ярко не проявляли себя в этом направлении. Что происходит у нас сейчас, ваша оценка? Я считаю, что у нас по всей стране идет вообще пересмотр ценностей в разуме людей, то есть люди начинают осознавать то, что необходимо влиять на процессы, потому что понимают, если не они, то никто ничего делать не будет. Именно поэтому происходит создание и новых партий, и новых общественных организаций, то есть люди активизируются потихоньку, но это начало. Ну, хорошо, тогда вот тот вопрос, который меня, на самом деле, мучает на протяжении последних пару минут. Вот. Народный альянс создан зарегистрировать, вроде как вас должны зарегистрировать, я так полагаю, в июне, да, около 15 человек сейчас. Вы будете в любом случае заниматься тем, что еще будете привлекать людей. Я уверен, что люди будут, и будут приходить, интересоваться и заниматься какими-то проблемами, но в итоге какая основная все-таки цель деятельности и в регионе, в частности, и в России партии Народный альянс? Цель любой партии — это войти во власть, то есть взять власть. То есть это, ну, как бы основная цель, да? Какими способами тогда идут? Какими способами, да. Смотрите, то есть на данный момент у нас есть такие там проекты, как Роспил, Росяма, РосжКХ. То есть это проект Алексея Навального, который, в целом, поддерживает партию, хотя сам и не входит официально в партию, но он наш соратник. Очень. Я не уверен, что это инструмент, я так понимаю, что это просто социальные проекты. Это проекты, но на них можно базироваться в качестве какой-то работы. То есть, допустим, проекта Росяма, она может расшириться в результате сознания партии. То есть если ее использовать, то есть уже в последнюю неделю вот езжу на такси, разговорю с таксистами. Те люди, которые зарабатывают на жизнь извозом, они жутко недовольны того, что у них каждый день воруют из кармана, потому что они тратят на ремонт огромные суммы денег, потому что отсутствуют дороги. Дорог просто нет в городе. Почему? Это вопрос к властям. По какой причине у нас нет дорог? Ну, этот вопрос-то мы регулярно задаем здесь. Ответа, к сожалению, нет. Ну, почему нет? Ответ есть, нет денег. Я представляю себе сейчас вот те проекты, которые вы назвали, и правда, сказали, что это проекты Алексея Навального. Алексей Навальный — это такое знамя вашей партии. Ну, можно так сказать и так. Это всем, в принципе, явно видно. А для вас лично фигура Алексея Навального — это что? Ну, он мой близкий соратник, то есть я вижу, что человек реально чего-то смог достичь, и он реально работает. Один из тех немногих людей, кто работает реально. Работает, вот понимаете, есть разные мнения. Реально работает в чем? Потому что что делает Алексей Навальный? Мнения совершенно разные от того, что человек хочет изменить нашу тяжелую российскую действительность до того, что он просто пиарится. Ну, вот на самом деле в последнее время появляются уже и такие мнения о том, что, ну, грубо говоря, Навальный нынешний, это при его желании сейчас стать президентом, это что-то вроде уже, к примеру, того же Ельцина, за которым снова последует Путин. Ну, в кавычках, соответственно. Что касается заявления того, что я хочу быть президентом, вы все прекрасно помните, что оно было озвучено в эфире «Эхо Москвы», и Тихон Дзитко задавал этот вопрос три раза Алексею, прежде чем Алексей в конце концов сказал «Да, я хочу им быть». Это, ну, тут, это ведь не запланированное, я так понимаю, было заявление. Ну, ты лучше спросить у самого Алексея. А вы спрашивали? Нет, я не спрашивал. Я, ну, а зачем мне знать? То есть у меня было мало времени, я был сильно занят, то есть чтобы, ну, спрашивать такие вопросы. То есть если он сказал, что он хочет стать президентом, то я всецело его поддерживаю. Хорошо, перейдем ко вчерашним событиям. Как вы их оцениваете, насколько, какие у вас стояли задачи, как вы с ними справились, и как оцениваете обстановку, которая была вообще в городе? Ну, вот смотрите, вчера, значит, сначала был митинг, потом пикет, а у здания суда собралось порядка 300-400 человек, откровенно говоря. Было многих среди них и представителей СМИ, журналистов всего мира, активистов, которые приехали с Москвы, из других регионов, наших кировчан было, к сожалению, не так много. Это можно объяснить тем, что у нас в Кирове слишком слабо развита какая-то активная позиция гражданская или политическая, общественная. Но мы с этим будем работать, это нужно повышать интерес, потому что людям нужно объяснить, что если не они, то никто за них ничего не сделает. Вы как раз говорили о том, что там собралось примерно 300-400 человек, мы знаем, что одних только СМИ было заявлено около 200. То есть понятно, что из этого можно сделать вывод, плюс еще там сопутствующие этим СМИ, потому что большие группы приезжали, там телевизионные группы и все прочее. То есть самих активистов было, наверное, вот вас 15 и еще приезжие, человек 10, наверное, да? Ну, было наших кировских человек, наверное, 30-40, все-таки я там насчитал, да? Было много приезжих, много людей приехало с Москвы прямо с утра поездом на Вятке, в 7.30 с утра приехали и сразу на это мероприятие пришли. Мы знаем, что заседание продлилось всего 45 минут. Вы ожидали большего, дольшего или вас это вообще не интересовало? Нет, я, в принципе, так и ожидал, все прошло так, как я и думал, что пройдет. То есть процесс был затягиваться, наверное, минимум на месяц. И после того, как... Я не была просто, не участвовала в последующих событиях, после того, как процесс закончился, Алексей Навальный вместе с вами прошествовал в штаб. Что там происходило? Расскажите. Ну, смотрите, Алексей там дал свое интервью каждому, то есть устроил некую пресс-конференцию. Затем мы с ним обсудили какие-то планы дальнейшие, он ушел сразу же в суд, знакомиться с материалами дела, продолжать работать. Мы же, весь тот актив, который был, мы пошли гулять по городу, распространять листовки и все остальное. Вот, да, по распространению листовок. Сейчас еще, ну, грубо говоря, уже меньше недели, то есть 24 числа следующее слушание, не учитывая то, что 23-го будет еще рассматриваться ходатайство от Алексея Навального по поводу того, чтобы вообще дело ушло обратно в прокуратуру и СУСК. За эту неделю, если 24-го снова будет принесено слушание, что будет происходить в Кирове, ну, грубо говоря, и самого штаба? Какие будут проходить мероприятия, акции, пикеты, не знаю, раздача листовок, что еще? Да, конечно, вот прямо сегодня будет пикет одиночный от СУМа в центре города на перекрестке Октябрьского и Воровского за Навального. То есть это первый шаг после тех массовых мероприятий. И ежедневно будут проходить такие мероприятия в виде одиночных пикетов по самым оживленным нашим улицам города. Будет происходить раздача листовок, наклеек и всего остального. То есть вот только за вчерашний день мы раздали порядка 12 тысяч листовок по городу. А вот сегодняшний пикет во сколько и где будет? Сегодняшний пикет будет в час 30. И его будет кто проводить? То есть официально от кого? Нет, смотрите, это был одиночный пикет, то есть организатор это сам тот человек, который стоит. Ну нет, я понимаю, но в любом случае, ну, то есть кто это будет человек, просто все равно интересно. Девушка или юноша? А, смотрите, там будет скорее всего три юноши и одна девушка, то есть они будут стоять на расстоянии друг к другу. Каждый день будут происходить подобные события, будете пикетировать. Несколько раз в день, да. Несколько раз в день в разных местах, я так понимаю, будете передвигаться. И что планируется на 24 число? На 24 число уже понао уведомление на пикет на том же месте. На пикет или митинг? На пикет. На митинг нужно просто подавать по закону как минимум за 10 полных дней. То есть у нас их нет, поэтому будет пикет. Многочисленные, одиночные пикеты где-то будут расставлены. И митинг на 24 число? Да, да, на 24-е. Прямо у здания суда, на том же месте у театра кукол будет многочисленный пикет. Я надеюсь, что приедут много гостей также. Много знаменитых гостей наших должны приехать. Какие-то фамилии можете назвать, кто собирается приехать? На данный момент нет. Я знаю, что, скорее всего, при этом и Борис Немцов, который был 17 числа вчера, кто-то еще приедет. Пока трудно судить, то есть, ну, будет информация более... Ну, по крайней мере, да. То, что мы, по крайней мере, видели из сети, я так понимаю, что обещался приехать Борис Акунин и Гудков-старший. Ну да, Борис Акунин хотел прикоснуться к историческому событию. В этот раз его не было. Возможно, приедет 24-го. В связи с тем, что все-таки решили организовать прямую видеотрансляцию из зала суда, есть подозрение, что такого большого количества СМИ и даже половины его... Есть подозрение, что у них не получится это сделать. Более того, там у них какие-то серьезные проблемы с сайтом, которые даже выложить не позволяют. Ну, они могут, в общем, потрудиться и что-то для этого сделать. Но даже если бы не было этой прямой видеотрансляции, мы все наблюдали, что происходило в эту неделю, предшествующую первому заседанию, когда были забиты все гостиницы, когда негде было расположиться. И понятно совершенно, что люди второй раз, то есть, они должны еще уехать, и второй раз приехать в таком количестве не смогут. Вы это тоже понимаете, да? То есть, если так простой арифметикой воспользоваться, ты понимаешь, что там будет, видимо, пикет только в вашем составе, и все, СМИ, скорее всего, не приедут. Ну, вот там было очень много СМИ, которые приехали из-за границы, и я думаю, что они, наверное, вряд ли приедут на второй раз, через неделю, да? Потому что им только там обратно добираться, сколько дней нужно. Если братья, тот актив людей, которые приедут, я думаю, что приедут, во-первых, все те, кто приезжал на 17-е, которые уехали вчера вечером, допустим, и еще больше. Если брать, к примеру, видеотрансляцию из зала суда, то она будет организована в любом случае. Буквально вчера приехал наш друг из города Саратов, Роман, который все то время, пока проходили действия, допустим, в Москве в мае-июне, он транслировал через свой смартфон, через бамбузер, через юстрим. То есть, таким образом будет прямая трансляция налажена на 100%. Вы как общались с приезжими журналистами? Потому что вы же помните, что губернатор Никита Юрьевич Белых в своем ЖЖ накануне выложил инструкцию, куда пойти, где поселиться. Рекомендации. Ну, наверное, рекомендации. Да, ну, собственно говоря, приветствую такой гостям города. Народ что-то посещал? Или вы не отслеживали это? Ну, меня спрашивали, куда лучше сходить, я говорил, какие-то места красивые. То есть, допустим, Трифонов монастырь очень всем понравился. Все приезжим, многие там побывали, все почувствовали эту сильную энергию чистого добра. Знаете, хочу вернуться к вопросу о том, что кировчане не с большим энтузиазмом, на самом деле, мягко даже говоря, восприняли все эти события, потому что кому-то мешали спать, кому-то не нравилось, что по дороге на работу они встречают толпы непонятных людей, которые их фотографируют, снимают на видео и так далее. Пишут, сегодня мы можем прочитать везде во всех СМИ о том, что кировчане люди такие спокойные и мягкие, немногочисленные кировчане и в поезде-то, когда ехали сюда, большой компанией журналисты и Алексей Навальный держались скромно. Вы говорите, что мы будем их раскачивать. Видите вообще перспективу в этом? Если бы я не видел, меня бы давно здесь не было. Вам не говорят такое, что, ребята, вы не мешаете нам здесь жить? Нет, смотрите, я вот часто общаюсь ежедневно с простыми людьми, просто на улице, в магазине, в автобусе, в такси, допустим. Я понимаю, что просто люди не информируют, они смотрят телевизор, у них нет времени от того количества времени, чтобы просматривать огромные тонны информации. Поэтому они вынуждены довольствоваться тем, что им говорят, да. Просто когда они начинают рассказывать, что на самом деле происходит, они говорят, да, кошмар. Урин бреда в стране зашкаливает, и это видно просто каждому человеку невооруженным глазом. Это все прекрасно знают. Просто самое интересное, что после того, как они говорят, да, кошмар, у них какая-то следовая реакция идет? Да, происходит ли в кул, как говорил Дмитрий Шелябин в предыдущем эфире? Я думаю, мы этого увидим в ближайшие месяцы, может быть, хотя бы какой-то там минимальный шаг будет сделан от этих людей. Даже если нет, то, по крайней мере, какое-то изменение сознания, оно идет все же, идет. Я просто вот еще что слышал. Так или иначе, если мы говорим о поддержке, о каких-то акциях в Кирове, о поддержке Навального, то с этим, в принципе, как мы смогли убедиться, и в Москве есть некоторые проблемы, потому что все-таки, когда люди выходили за какую-то конкретную идею, там, что касается, ну, знаете, как вот акции, пикеты, митинги, там, ЖКХ, вот все вопросы, которые волнуют всех, с чем у нас здесь серьезная проблема. Люди идут и даже не думают, а почему бы не сходить, потому что действительно проблема всеобщая. Касается каждого, да. А тут дело уже касается отдельно взятого человека, оппозиционера, Алексея Навального, с которым пока ситуация все-таки непонятна. Все-таки нет ни обвинительного приговора, ни оправдательного, есть просто какие-то дела, и люди все-таки пока в сомнениях. Тем более, не все так или иначе поддерживают его самого по факту. То есть, может быть, поддерживают оппозиционные идеи, но не самого Алексея Навального. В связи с этим, может быть, вот такой вопрос. Если будут проходить какие-то еще акции, это обязательно будет в поддержку Алексея Навального или это может быть просто под какой-то общей идеей людей собирать в Кирове, чтобы дать им возможность выйти, высказать свое какое-то мнение, а не бояться, что их будут приписывать к сторонникам Алексея Навального? Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что многие, может быть, не сторонники Навального или не поддерживают от Навального, да. Но все же я вижу, что Навального в Кирове мало кто знает из граждан, которые отходят по павлюцам. Мы спрашивали, мало кто знает, но примерно треть все-таки знакомы. И это третий, они все понимают, что происходит. Я считаю, что Алексея Навального нужно продолжать именно в поддержку Навального, потому что именно он сейчас ассоциируется с каким-то, может быть, лидером протеста, может быть, кто-то с ним не согласен, может быть, это и не так. Но все же он какое-то лицо имеет, как какой-то олицетворяющий автопротест. По крайней мере, все мы помним там зимние прошлогодние события, то есть там он был точно иномидантским лицом. Это было для всех понятно и видно, да. Поэтому я продолжаю, нужно продолжать, считаю. То есть получается, что ваша партия все-таки в итоге вдохновляется лидером, а не конкретными делами и идеями? Нет, почему? Просто есть человек, который что-то делает. Еще раз повторюсь, да. Он нас поддерживает, он не входит в партию. Слушайте, ну тут вопрос о другом. А все-таки если посмотреть с другой стороны, пока нет обвинительного заключения, но если он будет, если Алексея Навального приговорят, и он будет в местах не столь отдаленных, посредством чего тогда будет вдохновляться вот все движение партии и так далее? Это усилит ваше вдохновение? Я бы сказал, что партия не вдохновляется вот именно Алексеем Навальным, да. Да, первые шаги партии, я считаю, что вот основаны на проектах Навального. Каких-то распил, раз ЖКХ, раз Яма и так далее. Это да. Но я думаю, где бы Алексей ни был, будь то в тюрьме, будь то на воле, партия продолжит свое развитие в тех тэпах без изменений, которые сейчас не существуют. Я бы хотела вас спросить, Виктор, у нас есть телефонный звонок, да. Здравствуйте. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Игорь зовут. Я хотел бы просто два вопроса задать. Вот, просто нельзя ли, может быть, напомнить, чем именно вот вызвана такая оппозиционность по отношению к власти, там, вот именно Алексея Навального, там, что там были за материалы. И еще сказали, что вот на протяжении месяца, значит, возможно, будут суды. Значит, вот, ну, эти гражданские активисты и журналисты из других мест в Булат-Кирове весь этот месяц. Да, по первому вашему вопросу, я так понимаю, лучше вам все-таки посмотреть поконкретнее его блог. Мы сегодня не сможем просто все дела обсудить, а по второму вопросу ответ уже прозвучал в нашей программе. Да, собственно, здесь никто, скорее всего, задерживается на целом месяце. У нас осталась одна минута до совершения этого блока. У меня есть тоже один вопрос. Как далеко идут ваши политические амбиции, политические амбиции лично вас и вашей партии в рамках региона? В рамках региона, конечно же, мы планируем развиваться на следующих выборах, которые будут нам доступны. Мы будем принимать активнейшее участие. Для себя я вижу шаг ближайший. То есть у нас будут до выбора в Гордому, по одному из округов этой осени. Я планирую участвовать в этих выборах. Понятно. Полновесная ответственность. Ну, собственно, да. Я думаю, что не последний раз мы увидимся и разговаривали по этому поводу. Тем более, если у вас есть такие серьезные планы, мы обязательно будем их отслеживать. Виталий Брам, руководитель Кировского отделения партии «Народный альянс», последователь Алексея Навального. Был сегодня у нас в студии. Большое спасибо, Виталий. Пожалуйста. Да, мы уходим на рекламу и скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается «Дневной разворот». Следующей теме мы переходим. День отказа от алкоголя пройдет в Кирове 20 апреля. В связи с этим мы хотели бы взять комментарий у Елены Утемовой, главы департамента здравоохранения Кировской области. Сейчас уже Елену Дмитриевну набирают, а мы вкратце можем пояснить суть. Суть в чем, да, на театральной площади будут принимать от вас алкогольные напитки самого разного качества и характера. Взамен вы будете получать билет в кино, в театр. А, даже будут разыгрываться призы, в частности... Спортивные там, я помню, какие-то учреждения. Планшетные компьютеры, представляете, вы можете получить. Надо пойти. Если вы... А, нет. Планшетника у нас нет. Кто-то даже шутил по этому поводу, что... Редакция. ...всем выгода от этого обмена, кроме как бюджета. Как ты думаешь, что за планшетник нужно принести? Ну, чтобы планшетник выиграть, мне интересно, какой алкоголь нужно принести? Ну, знаешь, вот по заявленным правилам любой, можно даже вот эти маленькие бутыльки, мне кажется. Я думаю, что нужно перцовую настойку, это просто символ движения. У нас, кстати, я не помню, кто приходил к нам, но у нас парочка стоит до сих пор непочатых. Вот нам приносили, чтобы показать, какие продают. Вот, кстати, показатель, у нас непочатые эти шкалечки стоят. Да, непочатые, до сих пор стоят. Да, планшетник крайне необходим. Итак, в субботу, 20 апреля, Департамент здравоохранения Кировской области пройдет акцию «День отказа от алкоголя». Цель акции в очередной раз напомнить населению о вреде употребления алкоголя и показать, что здоровый образ жизни, спорт и активный отдых могут быть прекрасной альтернативой алкоголю и доставить массу положительных эмоций. Ты, Игорь, же спорить с этим не будешь. Знаешь, какая проблема есть? На алкоголь нужно гораздо меньше времени, чем на спорт и активный отдых. Ну, вообще, вот с этим, в принципе, трудно не согласиться. Я сейчас просто пытаюсь вспомнить прошлый год акцию, когда выливали алкоголь на театральной площади также. Я не помню, сколько там вылили литров. Тут у меня почему-то в памяти цифра 7, но я уверен, что почему-то больше. А по главе этой акции Никита Юрьевич Белых стоял, да? Он, по-моему, там дорогой алкоголь. Там я помню, что непосредственно принимали участие в ней Дмитрий Матвеев и, по-моему, Борис Веснин. Они вот вместе стояли на площади и выливали алкоголь прямо на театральную площадь. Интересно, в каком составе нынче пройдет эта акция, кто ее будет возглавлять и кто будет демонстрировать вот такое отношение к нехорошему поведению в жизни, как употребление алкоголя. Но все это, естественно, в рамках той антиалкогольной кампании, которая сейчас в регионе набирает обороты. Ну, собственно, да. И мы поэтому, наверное, и хотим задать вам вопрос, в частности, 8909-720-101-0. Я думаю, что вы уже навсегда запомнили этот номер. Подписывайтесь в начале сообщений, высказывайте свое отношение к акциям подобного характера в Кировской области, тем более в связи с масштабной антиалкогольной кампанией. У нас в регионе 708-502. Номер для ваших звонков в наш прямой эфир. Тоже, собственно, вопрос тот же самый. Как вы относитесь к таким акциям? Могут ли они каким-то образом помочь нам избавиться от алкогольной зависимости населения Кировской области и оздоровить кировчан? Хотя было бы интересно, если бы кто-то позвонил и сказал, что как можно вообще, да, выливать там алкоголь или какой алкоголь. Да ты не представляешь, сколько было после... Я просто помню, сколько было гневных сообщений на форумах по поводу этих новостей. И как можно было это вылить? Что-то подобное. И ты знаешь, я помню историю, которую рассказывал Илья Курагин, глава, да, возглавляющий совет директоров Вятича, о том, что когда был введен какой-то запрет или что-то нашли в продукции, я точно не помню, сейчас не буду утверждать. Сотрудники самого завода должны были лично вручную выливать и старый произведенный продукт. Я думаю, что это было незабываемое ощущение. Представляете, люди произвели это и сами своими руками должны были разрушать. Вот сейчас у нас на связи есть уже, да, правильно я понимаю, Елена Утемова, глава департамента здравоохранения Кировской области, которая нам пояснит, как будет происходить все 20 апреля. Алло, здравствуйте. Елена Дмитриевна, здравствуйте. Расскажите нам, как пройдет день отказа от алкоголя? В субботу 20 апреля на Театральной площади с 11 до 12 часов будет проводиться акция «День отказа от алкоголя». Такая акция проводится второй раз департаментом здравоохранения Кировской области. И цель акции в очередной раз напомнить населению о вреде употребления алкоголя и показать, что здоровый образ жизни, спорт и активный отдых могут быть прекрасной альтернативой алкоголю и доставить массу положительных эмоций. В рамках проводимой акции в течение этого часа на Театральной площади будет проходить концерт творческих коллективов, конкурсы, викторины, розыгрыши призов. В конкурсах можно поучаствовать всей семьей и даже выиграть абонемент на посещение фитнес-центра или приглашение на игру в боуле. «А это вот что нужно будет сделать, чтобы выиграть?» «Ответить на вопросы викторины». «А вот сейчас мой соведущий Игорь Рысев озвучивал, что среди призов будет планшетник. Это правда?» «Это правда». «У нас шкурный интерес, что нужно сделать, чтобы получить планшетник». В течение этого часа еще будет проводиться лотерея «Выбери здоровье». И любой желающий может обменять алкоголь на здоровые призы. Это абонементы в спортивные залы, билеты в кино, театр и многое другое. Каждый, кто обменяет любое количество алкоголя и любого алкоголя, сможет выиграть главный приз – планшетный компьютер, который будет разыгран в конце акции, то есть в 12 часов. Весь собранный в ходе акции алкоголь будет утилизирован. «А вот каким образом он будет утилизирован? Тоже интересно нам». «Ну, соответственно, вылет в канализацию». «А он будет демонстративно выливаться? По-моему, на прошлой акции демонстративно выливали алкоголь». «Помните, сколько литров вылили в прошлом году? Я вот не могу вспомнить». «Вот я думаю, что порядка 20 с лишним литров алкоголя в прошлом году было собрано». «И я просто, насколько помню, выливали их прямо на улицу?» «Нет, на улицу мы не выливали». «Нет? Или это мне пока показалось?» «Мы не будем портить наши улицы, они, к сожалению, еще не совсем чистые». «А там ведь будет еще очень интересная акция, что…» «Можно продезинфицировать можно было.» «Улицу продезинфицировать, помыть алкоголем, да». «Да, вот будет интересная акция, специалисты наркодиспансера проведут для всех желающих тест, интересный. Вот с помощью алкотестера каждый человек может проверить, есть ли в отдыхаемом воздухе алкоголь после употребления кваса и кефира. Это вот зачем вот такое будет производиться?» «Для чего будет производиться эта акция?» «Ну, прежде всего, показать, что употребление кваса и кефира не оказывает влияние на показатели алкотестера. То есть у нас существует убеждение, что если водитель останавливается при управлении транспортным средством и алкотестер показывает определенные промилле, то человек чаще всего ссылается на то, что он накануне употреблял квас или кефир. Вот чтобы развеять этот миф, и будет проводиться эта акция. То есть каждый может убедиться». «Елена Дмитриевна, вот акция проходит уже второй год. Второй раз. Второй раз, ну да, второй раз. И планируется сделать ее, я так понимаю, регулярной? Мы очень на это надеемся. Прошлая акция, она вызвала большой общественный резонанс. Как положительные, так и отрицательные. И отрицательные отзывы. Самое главное, проблема не осталась незамеченной. «Я знаю, что вы, кроме всего прочего, еще большой противник курения. Пожидаются ли в нашем городе подобные акции в отношении курильщиков?» «Мы уже задумались над этим вопросом, потому что 30 мая, если я не ошибаюсь, Всемирный день отказа от курения. И мы планируем провести подобную акцию, но вот уже против сигарет». «С сигаретами будет любопытнее. Это тоже нужно будет принести пачки. Их, вероятно, придется сжигать. Я себе представляю уже большой костер где-нибудь». «А как вот их утилизировать? Это же надо реально сжигать. Ну да, наверное». «А будет вот пахнуть везде». «Нет, сжечь мы их точно не будем. Мы придумаем, как мы их утилизируем». Хорошо, спасибо вам большое за подробный рассказ об акции, которая пройдет 20 апреля. Елена Дмитриевна Утемова, мы с вами прощаемся. Спасибо за комментарии. Глава департамента здравоохранения Кировской области была у нас на связи, рассказывала, что нас ожидает 20 апреля, день отказа от алкоголя, и каждый желающий может принести алкоголь и обменять его на полезный приз. Ну и, собственно, видимо, подкрепитесь какой-то эрудицией, потому что будет некая викторина. Я так понимаю, что по поводу вреда алкоголя и так далее. Ты знаешь, я что хочу сказать? Меня зацепила вот эта вот вещь про алкотестеры. Ты знаешь прекрасно, что в нашей стране все автомобилисты активно покупают видеофиксаторы. И ты помнишь прекрасно, какая реакция заграничного западного общества была на это. Люди совершенно не понимают, зачем видеорегистратор. То есть неужели не вызывают настолько сотрудники ГИБДД доверие, что за ужас происходит на улицах России. И вот сейчас так же массово продаются, кроме видеофиксаторов, в интернете алкотестеры. Они разные совершенно. От 600 рублей полоски продаются до каких-то очень навороченных, видимо, теми, которыми пользуются профессионалы. Профессионалы и 30 тысяч может стоить, и 35 тысяч. И это правда находит своего потребителя. Массово закупаются алкотестеры. Видишь, может быть, просто дело в том, что у нас все-таки выпить любят, а проконтролировать себя просто дыханием в ладошку очень сложно. А тут, если у тебя под рукой есть алкотестеры, то ты можешь убедиться в том, что все-таки садится тебе за руль или нет. Ты знаешь, это какая-то такая игра. Понимаешь, я себе не верю, куплю себе машинку для того, чтобы себя самого проверить. Вот организм тебя постоянно обманывает в течение всей жизни. Организм тебя обманывает, да? Ну, то есть ты же не можешь быть точно уверен. Ну, то есть я, к сожалению, или к счастью, я не вожу, наверное, все-таки к счастью, потому что боюсь себе представить за рулем. Но если бы, к примеру, была такая ситуация, я бы, наверное, все-таки обзавелся от греха подальше. Но все-таки если тебя останавливают, чтобы ты был уверен, что ты точно трезв, то ты сел на руль точно трезвым, что у тебя вообще ничего в крови нет. То есть не для проверки сотрудника ГИБДД, который тебе показывает свой лк-тестер, ты говоришь, я не верю вашим, вот у меня есть свой. Либо это же так. Ты знаешь, что гаджетами так меряются, у кого круче. Или да, ну вот у вас что-то там врет, а вот у меня есть свой, смотрите. На самом деле, конечно, ты прав, для самоконтроля лучше проконтролировать. Вообще лучше бы, конечно, чтобы ты в голове сидел, что не нужно много употреблять алкоголя накануне у тещи в гостях и завтра утром выезжать со всей семьей, да, выходить на дорогу. Там у тебя дети сидят и все прочее. Лучше это всегда осознавать. Но в то же время, видишь, у каждого организма по-разному. Может быть, ты чувствуешь себя уже хорошо, а в крови у тебя что-то есть. Знаешь, кто должен быть главными потребителями этих покупателями алкотестеров? Вот как раз тещи. Каждая теща должна приобрести алкотестер и подарить своему зятю такую штуку на какой-нибудь праздник. Ну вот мне редакторы уточняют и говорят, что алкотестеры будут обоснованы только тогда, когда будет введено минимальное промиле. Но разговоры об этом так или иначе уже ведутся, поэтому основания для их продажи отчасти все-таки уже есть. А, ну вот хорошо, новый бизнес будет развиваться. Как только введут минимальные промиле, сразу алкотестеры... А у нас ведь как, у нас еще даже ничего не ввели, просто поговорили об этом, и уже можно говорить бизнес. А продажи уже возросли. Это правда. Но вот ты за или против ввода минимальной промиле? Ну ты не автомобилист, я знаю. Да, я не знаю. Думаешь об этом? Вот мне сложно судить. У меня все-таки впечатление такое, что вот какая-то такая риза должна быть. Оно отчасти. Потому что, ну действительно, техника техникой, но даже она может пошаливать. Или точно так же твой организм. Может быть у тебя... Ну я тоже ведь, я не врач, там нужно какое-то специализированное мнение. Может быть у человека там действительно сохраняется какой-то там свой процент вот этого алкогольных паров в крови или чего-то еще. Но это опять же нужно разговаривать со специалистами. Но какая-то погрешность, мне кажется, все-таки должна быть. Если это 0,01 или сколько, это же совсем минимально. То есть если это показывает, то мне кажется, все-таки это не будет страшно. Ну я тебе хочу сказать сейчас перед завершением нашей программы, что вот, например, в Испании нельзя ехать даже, держать за баранку руля одной рукой. Ты не можешь вторую держать там на... переключая передачи или там взять телефон. И нет никакой речи там о минимальных промилле. То есть куда мы таким образом идем? Мы знаем примеры, когда та же Франция, по-моему, или там в США есть какие-то такие ограничения. Ну то, что... Это такие качели. Примут одно, потом отменят, принимают следующее. И вот так мы и движемся. Ну так как-то мы заговорили об алкоголе и перешли на алкоголь за рулем. Ни в коем случае не садитесь за рулем. Абсолютно поддерживаю тебя. Игорь Рысев, Светлана Занько. Дневной разворот заканчивается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова